В сентябре прошлого года Анна открыла необычный для Приморья бизнес. Стала сама делать экологическую обувь из природных материалов. Идею привезла из Индонезии. Собственно, там и начинала стартап. В ней используется хлопок, а также ранее мы использовали ананасовую ткань и банановую. Это у нас разновидность ананасовой ткани, батиком. То есть все это вручную расписывается и делается такой уникальный рисунок. Своё дело во Владивостоке Анне помог открыть Центр занятости. По федеральной программе они оказывают единовременную финансовую помощь безработному населению, если человек решает стать предпринимателем. Размер такой поддержки составляет 58 800 рублей, если говорить о 2017 годе. Рассчитаны деньги краевого бюджета в сумме примерно на 300 человек, и любой может претендовать на выплаты. Для этого нужно обратиться в Центр занятости по прописке. Правда, сначала потребуется получить статус безработного. Затем пройти бесплатные курсы предпринимателя, разработать свой бизнес-проект и уже потом претендовать на финансовую помощь. Учеба длится два месяца, а проект рассматривают в течение двух недель. Комиссию принимают на рассмотрение бизнес-планы, представленные гражданами. Комиссия у нас проходит каждую среду. Подобной услугой воспользовалась и Инна Машнина. В Центр занятости пришла после сокращения. Своё дело открывать даже не планировала. А потом прошла обучение, написала проект, его одобрили. И в августе 2016 года девушка открыла Центр изучения иностранных языков. На данном этапе прибыли как таковой нет, но тем не менее нет и минуса. Правда, есть одна оговорка. Как бы ни шли дела у начинающего предпринимателя, он обязан хотя бы год продолжать свою деятельность. Иначе придется вернуть 58 тысяч. Но по словам сотрудников Центра, более 80% так называемых безработных бизнесменов Приморья ведут свои дела уже более трех лет. По статистике Приморского центра занятости в нашем регионе чаще всего свое дело открывают женщины. Выбирают различные сферы услуг с наименьшим количеством затрат. Мужчины предпочитают открывать автомастерские. Вдобавок распространен сельскохозяйственный бизнес в глубинках Приморья. К слову, в 2016 году свой бизнес начали около 300 безработных жителей Приморья. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на восьмом.